Всем привет, спасибо, что зашли на наш канал. Сегодня мы снимаем честный обзор на два самоката Ninewood Segway ES1 и Xiaomi M365. Обоим этим самокатам уже год. У этого пробега 820 км, у этого пробега 420 км. Сегодня мы с вами рассмотрим все плюсы и минусы, стоит ли брать, и в принципе, что делать, если живете в маленьком городе, где очень много бордюров, и ездить на нем будет неудобно. Поехали! Ninewood Segway ES1 отличается от всех остальных самокатов тем, что вся батарея и все мозги у него находятся в трубе, в отличие от Xiaomi и еще других моделей. Также у него есть не просто газ, но и рекуперативный тормоз, при торможении которого приезжается аккумулятор снова. Значит, колесо переднее, как видите, за год пользования оно уже полностью стерлось, менять его слишком утренно, поэтому я этим заниматься не стал. Можете посмотреть, как выглядело заднее колесо, они были одинаковыми. На первой модели задней фары нету, также на второй модели уже здесь появляется дополнительный амортизатор, что делает поездку более мягкой, но плюс этой модели в том, что она максимально простая, если вы будете ее мыть, то из нее ничего не торчит, никаких проводов, ничего, но при этом вы лишаетесь одного амортизатора и задней подсветки. Также здесь есть гнездо для дополнительного аккумулятора, но это, я считаю, не необоснованная трата, потому что стоит он 10 тысяч, дает запас хода плюс 5 километров и плюс 5 километров в час скорости. Вот гнездо зарядки, такое же, как и у Xiaomi, абсолютно одинаковое, мы даже пробовали, менялись. И вот место для дополнительного аккумулятора. Весит 11 килограмм, и поскольку все он находится в этой трубе, то он иногда немножко перевешивает вперед, и если вы тормозите передним тормозом, то будьте аккуратны, стоять лучше не вот здесь, а стоять лучше вот здесь, чтобы вы не перелетели через руль. И заметьте, дека, она в принципе, ну, пачкается. Ну, не так плохо, как у некоторых моделей наймбутов, я видел в ремонт, когда относил, что там вообще другая дека, была вообще максимально некрасивая, быстро пачкающаяся. За год я потратился на ремонт 1400, плюс какая-то еще была штука гарантийная, мы ее не посчитали. Это от вибрации, от плохих дорог, вот где-то здесь от питания отошли проводки, и их пришлось полностью перепаивать, всю вот эту трубу доставать, все это переделывать. И вот здесь мы видим кнопочку сложения, то есть мы вот так вот нажимаем на нее, наш самокат складывается, а у нас здесь подножка. Подножка не самая удобная, потому что достается она вот как-то, ну, вот сами видите. Вот. И вот так вот он складывается, и мы можем его понести. Также здесь можете увидеть уплотнительную насадку, это потому что самокат очень сильно дребезжит, и это очень большая проблема наймбутов, потому что через год он превращается просто в ведро к гайками. Ты едешь, и просто вот этот вот дребезг постоянный. Ведь электротранспорт это самый тихий транспорт, но про наймбут я бы так не сказал. Думаю, про наймбут мы все сказали. Фонарик. Приложение мы сейчас посмотрим попозже. Также здесь есть спидометр, который также здесь показываются ошибки, можно подключиться по Bluetooth и заряд аккумулятора. Ну и три режима скорости, конечно. Я думаю, стоит перейти к самокату Xiaomi. Это самокат Xiaomi M365, куплен тоже в том году, ему всего лишь год. Значит, в отличие от наймбута, у него надувные колеса, то есть они внутри пола имеют камеры. Это его главный минус, потому что когда вы поедете по стеклам, вы сразу лишитесь этого, вам придется идти в ремонт, а в ремонте, чтобы этих разбортовать, поменять камеру, хоть и камера стоит 100 рублей, но это все равно слишком проблематично. Но при этом это дает тишину. То есть когда вы едете по какой-нибудь щебенке, вы едете почти идеально тихо. Такой красивый закат, а мы смотрим, не наехали ли мы случайно на нашем Xiaomi. Поэтому наймбут лучше. Также хотелось бы отметить, что здесь тормоза не гукуперативные, а дисковые. То есть это лишние запчасти, это лишние провода здесь торчат, и они могут привести в негодность, растянуться, из-за чего их придется ремонтировать. Но самое обидное, что мы потеряем энергию аккумулятора. Подножка здесь более удобная, чем на наймбуте, я бы сказал, потому что очень легко достается. Также центр тяжести весь смещен на деку, потому что все мозги, абсолютно все, кроме вот этого контроллера, находятся в деке. Но это тоже минус, что ее возможно затопить, хотя и наймбут, если постараться, можно затопить. Значит, вот здесь вот с этой стороны гнездо зарядки, вот оно находится вот здесь. А зарядка абсолютно такая же, как у наймбута, но здесь нету грешка, что она не закрывается. Вот здесь, как видите, все закрылось, и все хорошо. Также видим здесь другая складная конструкция, то есть для того, чтобы это сложить, нам нужно вот так и вот так. И ручка из смака складывается как-то так. А, вот так все. После чего мы можем его взять за ручку, сложить, и при этом здесь все сварное, из-за чего у нас здесь ничего не дребезжит. Но пока что он нам нужен в разложенном виде, и вернем его вот в такой. Значит, здесь мы видим провода от контроллера и от тормоза, что опять же вот это вот торчит, этим можно зацепиться, и это не очень хорошо, и, допустим, когда мы даже будем мыть. К менюшке. Менюшка здесь намного менее информативная, чем у Найнбута. Это всего лишь 4 полоски аккумулятора. Как-то здесь можно переключать режимы. Абсолютно так же одним нажатием включается передняя фара, и также задняя. Здесь она по умолчанию включена. В более поздних моделях, вот в этом месте, где стоит пустышка, здесь стоит спидометр. Что очень хорошо, потому что, ну, важно знать, сколько ты едешь. Вот газ, тормоз и звонок тоже был по умолчанию. Очень важная штука, потому что, допустим, в тех же Куга можно звонить и сигналить людям, которые ходят там по велодорожкам, а в Найнбутах такого нету. Что бы хотелось отметить еще? Весит он примерно столько же 11 килограмм, стоит он тоже примерно столько же, примерно 24 тысячи, но стоил год назад. Ну, они, в принципе, все так и стоили, они сейчас подешевели. Спустя год и пробег, здесь в ремонте требовались только покрышки, контроллеры, ничего с ними не происходило. Потому что сколько я был в ремонте Найнбута, там постоянно приходил один мужик, и говорил, что у него какая-то ошибка. Такая простенькая, резиновая, когда пачкается, в принципе, ну, не особо видно. Видно следы сварки, вот это зацепление для его складывать. И здесь не очень такой хороший задний тормоз, в отличие от Найнбута. Потому что если у вас на Найнбуте что-то случилось с рекуперативным, мало ли что, у меня один раз такой случай был, то в таком случае вы можете затормозить задним. Это очень спасает, и вы никуда не улетите. Ну и в целом, в принципе, мы все сказали. Можно вот так еще чуть-чуть посмотреть. Тоже светоотражатели. Тоже хорошая модель, мне нравится. Сейчас мы отдельно посмотрим приложения для этих телефонов. Значит, вот наше приложение Segway Nайнбут. Идет, оно включается, включается Bluetooth. И вот на мой скутер, который я перенимовал в MiG. И значит, сразу уже видим, что осталось 79% аккумулятора, можно его заблокировать. После того, как он заблокирует, на самом деле, это бесполезная функция. Он начинает вибрировать, когда едет. И типа сопротивляться. Но если у вас будут угонять самокат, то самое лучшее, что вы можете сделать, это просто побежать за вором. Потому что, во-первых, вы так его точно догоните. Во-вторых, вы не успеете подключиться по Bluetooth. И в-третьих, даже если вы подключитесь, заблокировать самокат на ходу нельзя. Сейчас мы его с вами разблокируем. И вот смотрите, я его попытаюсь заблокировать на ходу. Здесь даже нет кнопки, чтобы его заблокировать на ходу, как видите. Значит, здесь мы можем включить круиз-контроль. То есть, когда мы задержим скорость какую-то, я пробовал задерживать скорость даже 5 км в час, допустим, рядом с пешеходом. Он будет ее постоянно поддерживать. Это очень удобно. Energy Recovery Level, то есть, это так, то есть, средний уровень батареи. Будем это так называть. Компас, кстати, здесь есть. Можно зарегистрироваться в IT. После чего мы заходим в самое главное, в настройки. А, вот здесь еще видно, что мы включили его 4 секунды назад. Пробег 841 на 4 км. Температура двигателя 4. Ой. Температура двигателя 30 градусов. Средняя скорость 0 км в час, потому что он стоит. И 19 км, я не знаю, что это, осталось. Заявлено, что здесь должно быть 25 км пробега. Но, по факту, я доезжал, вот просто взял дистанцию 14 км. И в конце он у меня сел. Я его уже нес на руках. Ну, точнее, катил. Я, кстати, не знаю, мне говорили в сервисе, что на нем нельзя кататься, как на обычном. Но я катался. Это на той самокат, чтобы катался. Так что, будем считать, что нам можно. Как видите, ничего с ним такого страшного не случилось. Я вам скажу даже больше, если вы встанете с большой горки и будете там ехать минут 20 с этой большой горки, то он у вас зарядится, потому что он рекуперативный. Значит, проходим дальше в настройки. Здесь они уже более расширенные, но тоже какие-то не совсем понятные. Скорость. Вот Limited Mode, я так и не понял, что это. Это, видимо, дать мелкой покататься и ограничить скорость. Значит, вот, здесь можно поменять название, можно сделать пароль. Но я его не делаю, потому что я очень часто подключаюсь, и мне некогда вводить на ходу. То есть, контрольный, вот это все мы видели. Update. Очень такая проблемная штука для Ninewood была. Потому что у них где-то в мае было такое обновление, из-за которого мой самокат начинал тормозить на 22 км в час. Чтобы вы понимали, тормозить непринудительно на вот этом вот с центром тяжести через руль, когда ты едешь с горки, это очень опасно. Я пару раз так чуть не перелетел через руль. Слава богу, что следующим обновлением они это все пофиксили. Иначе бы я его просто уже нес, взламывал бы, перепрошивал. Значит, Basic Info. Сирийный номер, версия, температура. Значит, батарея. Здесь может показываться, сколько миллиампер часов осталось. Все с ней нормально, 39 вольт, 0,3 ампера, батараж, температура. И серийный номер батареи, и версия батареи. После чего здесь туториалы. Ну, у меня сейчас нету интернета, мы не посмотрим. А, ну это просто выбрать систему метров или не метров. Собственно говоря, для Ninebut 1 это все. Приложение здесь, в принципе, такое небольшое. Ну, понятно, больше тут особо ничего не надо. Вот. Сейчас мы с вами перейдем к приложению Xiaomi. Кстати, один факт, что поскольку они делаются на одном заводе, то когда я захожу в это приложение, включи, пожалуйста, к Xiaomi, то я вижу, когда я пытаюсь отключиться от него, то есть давайте выйдем и выключим мой самокат, снова зайдем, то я буду видеть вот этот самокат Xiaomi. То есть вот, Mi Scooter 7909, я его вижу. Давайте перейдем к нему, только уже через его приложение. Значит, заходим в приложение, как я понял, это сюда, комната полномолучения, мои устройства, вот мы уже подключили к нашему, для корреспондра код. Значит, видим наш Xiaomi Scooter, то есть здесь он даже нарисован, там в том не нарисован приложение, там, когда подключаешься, видно, там еще, когда подключаешься, видно вот этот дополнительный аккумулятор. Текущий статус батареи 92%, средняя скорость 0%, пробег за одну поездку тоже 0 км. Переходим дальше. А двигатель заблокирован, проведите вправо, чтобы его разблокировать. Ага. Понял. То есть это тоже самая функция, как на Nainwood. Я и говорю, что они почти одинаковые. Значит, здесь можно включить круиз-контроль. Габаритный фонарь. Габаритный фонарь, то есть всегда включен. То есть я сейчас нажму на кнопку, и он включится. В принципе, да. Ну, это очень удобно, возможно, в следующих версиях Nainwood это тоже есть. Степень рекуперации энергии. Ну, она здесь тоже есть вроде бы как. Здесь из тормоза нету двигателя, но при этом, если катится с горки, он вроде тоже заряжается. Но при этом, если он будет поставить слишком высокую, то он будет ехать с горки и тормозить очень сильно. Потом встроенное ПО обновлять мы не будем. Заводских нас тоже не интересует. Изменить пароль устройства это нас тоже не интересует, потому что, я говорю, это слишком проблематично подключаться. Основные сведения. Версия ПО, температура устройства, серийный номер. Хорошо. Так, дальше. Скорость и пробег. Кстати, я хочу отметить, что этот самокат, в отличие от Nainwood, разгоняется до 20, где-то 7 километров в час, а тот, ну, до 22, ну, это не считая подгонку. Подгонку мы еще добавляем 5 километров в плюсом. То есть, этот будет быстрее. Если у вас есть друг, как у меня, с этим самокатом, то он вас всегда будет обгонять. И заряд аккумулятора у него тоже намного больше, чем у Nainwood. Не знаю, в сколько раз, но когда мой папа ехал на самокате на моем, а папин друг ехал на таком самокате, как Xiaomi, то он его тянул. Xiaomi тянул Nainwood. Двумя людьми. То есть, он был Nainwood, хороший самокат. Значит, пробег за одну поездку, ну, все это стандартно. Сведения о батарее. Вот. То есть, какой сейчас монтаж, монтаж 40 вольт. Мощность, температура батареи, середний номер ее и номинальная емкость. То есть, она здесь, видите, хотя она здесь больше-то всего на 3000 мАч, чем у меня. Но, неважно. Настройки неизмерили измерения, как там, метрические и британские. И пользовательское соглашение. В принципе, на этом приложение тоже заканчивается. По сути, здесь больше ничего нет. Ну, и давайте пройдем уже к заключительной части видео. В общем, по итогам обзора можно сделать выводы двух этих самокатов. Оба их я рекомендую. Вот эти вот важные косяки за то, что Ninebud через год становится трещащим ведром с гайками. И вот этот просто максимально тихо. Но при этом на этом ведре вы хотя бы сможете ездить по стеклам. А на этом вы так сделать не сможете. То есть, для Xeomi тоже бывают покрышки литые. Но он теряет свою тихость. Но при этом, благодаря вот этому сварке и вот этому укреплению, да, он занимает больше места, когда вы его пытаетесь сложить, но при этом он не трещит так, как Ninebud. Потому что там очень много подвижных частей. Также по скорости вот этот у нас оказывается немножко быстрее. У этого запас аккумулятора тоже больше. Этот самокат может вытягивать человека на этом севшем. Но при этом этот максимально простой. То есть, здесь ничего сложного нет. Все легко, все сразу понятно. выглядит очень просто. То есть, дизайн обоим я ставлю плюсики. Очень хорошие. Потому что мы плохое здесь не обозреваем. Если вы поставите 20 лайков, мы снимем обзор на еще самокат Kuga. Kuga, я не помню какой, но у нас есть такой. Мы на него можем снять обзор. Значит, оба складываются. Вот, подножка выдерживают оба. Кстати, про вес хотел очень важно сказать. Наверное, многие интересуются, можно ли ездить вдвоем. 100 килограмм заявленная нагрузка, но я ездил 120 килограмм. То есть, суммарно два человека стояли здесь и были 120 килограмм. Да, он плохо тянул, но он ехал по прямой. В принципе, там 10 километров в час. приемлемая скорость. Этого вам хватит за глаза. Значит, все-таки, если вам нужно ездить побыстрее подальше, по заряду аккумулятора и потише, самое главное, можете выбирать Xiaomi. Но если вам надо ездить, чтобы было ну не жалко по стеклам, по грязи, по камням, выбирайте Ninebud. Вот. Обоими самокатами я пользовался, оба меня радуют, устраивают. То есть, возможно, вы можете выбрать следующую модель, там есть еще и подсветка снизу. Но я, в принципе, сам попробую сделать, а потом снимаю длинное видео, как это сделать. И, в принципе, я думаю, все. То есть, тут, конечно, нет спидометра у этой модели. Думаю, наш обзор на сегодня закончен. Всем пока. Я не туда уехал, куда хотел. Как это выключится?